И, братья и сестры, мы откроем Евангелие от Луки, 8 главу, и будем читать 4 стиха по 15. Евангелие от Луки, 8 глава, с 4 по 15 стихи. Помните, пока вы открываете, я хотел бы напомнить то, что я вам рассказывал, как в Израиле мы слушали лекцию одного раввина, и когда мы его спросили относительно пророчества Исаия, 53 глава, о ком идет речь, вместо того, чтобы объяснять эту главу, ее, кстати, перестали читать в синагогах, этот раввин возмутился, и он сразу сказал, вы думаете, что Иисус был Мессией? Если бы он был Мессией, почему страдает наш народ? Если бы он был Мессией, то почему столько зла на этой земле? Когда придет Мессия, все будет хорошо. И действительно этот вопрос задают очень многие люди. Почему, если Бог правит всем миром, в этом мире так все плохо? И как один из поэтов сказал, что гимн «Христос воскрес» очень оскорбительно звучит над алтарями, ввиду тех всех невыразимых бедствий, которые человечество постоянно переживает. Дорогие братья и сестры, это одна из тайн. Одна из тайн Божьего промысла. И сегодня мы коснемся этих тайн Божьего промысла. И о них пойдет речь, вот, в Евангелии от Луки, 8 глава, 4 по 15 стихи. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчей. Вышел сеять и сеять семя свое, и когда он сеял, иною упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. Иною упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. А иною упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иною упало на добрую землю, и взошед принесло плод в старичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, о прочем в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Всеми есть Слово Божие. А упавшие на припути, это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали, не спаслись. А упавшие на камень, это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют и во время искушения отпадают. А упавшие в тернии, это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышавши Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Конечно, нам, проповедникам, следует завидовать Христу. Когда Христос проповедовал Слово Божие, Его собирались слушать толпы. Как мы читаем в 4 стихе, собралось множество народа из всех городов. Можете себе представить эту огромную толку людей, которые желали слушать Христа. И, конечно, Христос был такой проповедник, которых теперь в мире вообще нет. Христос уникален. Он говорил очень просто и глубоко, и наглядно. Он умело владел труднейшим жанром публичной проповеди, жанром притч. И он вкладывал в притчи очень глубокий духовный смысл. И когда мы толкуем притчи, мы должны знать, что в притчах выражается одна какая-то главная идея. И поэтому мы не можем толковать каждую деталь притчи. И вот мы прочитали притчу, которую Христос произнес на берегу Генесаретского озера. Благодаря наглядности она буквально застревает в памяти людей. Но кто бы из вас не смог пересказать эту притчу сейчас? Но вопрос не в том, чтобы запомнить эту притчу. А вопрос в том, чтобы ее понять. А вот ключ разгадки, он находится в руках Иисуса Христа. Когда народ выслушал Слово, он ничего не понял. Ученики выслушали Слово, тоже ничего не поняли. И они обращаются к Господу Иисусу Христу. Что значит притча сия? И вот посмотрите, 10 стих Христос отвечает им. Очень-очень важная вещь. Он сказал им, вам дано знать тайны царствия Божия. А прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют. Речь идет о каких-то тайнах. И почему-то эти тайны доступны только лишь ученикам Иисуса Христа. Остальным нет. Не кажется ли вам парадоксальным, да? Что множество людей оставили свои дела и заботы. Прошли, может быть, не один километр, чтобы послушать Слово Иисуса Христа. И вот Христос закрывает для них дверь для опознания истины. Он говорит им притчами, которые они не понимают. Братья и сестры, я должен сказать, что Христос хотел бы, чтобы эти люди понимали. Но он видел их сердца. Мы уже прочитали с вами, что их сердце такое, что видя они не видят, слыша не разумеют. Если вы откроете Евангелиста Матфея, тот еще более ярко говорит о состоянии людей, которые пришли слушать Христа. Что сердца их огрубели, очи свои сомкнули, ушами с трудом слышат и не обратятся, чтобы Господь их исцелил. Вы скажете, но если сердца людей таковы, то зачем они пришли слушать Христа? У людей разные причины были слушать Христа. И одна из них Христос им сказал, вы ищите Меня, потому что ели хлеб и насытились. Люди искали Христа для того, чтобы получить от Него разные земные блага, исцеления. И чтобы послушать, просто как проповедник Христос был великолепен. Просто послушать. А ученики Христа, они представляли собой другую категорию людей, категорию спасенных. И они были сопричастны Царству Божию. Они поверили в мессианство Иисуса Христа. И ради Иисуса Христа, ради распространения Царствия Божия, они оставили свои дома. Не на два-три часа, даже не на один день. Они оставили свои дома навсегда, пока Господь не скажет им что-то другое. И эти ученики напряженно трудились для распространения Царствия Божия. И они ожидали, что оно скоро, скоро наступит, что Христос станет Царем. А они вместе с Ним воссядут во славе на престолах. И вот, дорогие друзья, Христос сказал своим ученикам, что у Царствия Божия есть определенные тайны. И их ожидания не совпадают с тем, что будет на самом деле. И здесь Господь говорит о двух тайнах Царствия Божия. Первая тайна заключается в том, что Слово Божие является действующей силой в распространении утверждений Царствия Божия. Это первая тайна. Одиннадцатый стих. Вот что значит притча сия. Всеми есть Слово Божие. Царствие Божие начинается не с раздачи бесплатных обедов, не с погони за отменным здоровьем, не с политических и экономических реформ, но с правильного отношения к Слову Божьему. И Христос сравнивал Слово Божие с семенем. Несомненно, это хорошее семя, если оно способно при благоприятных условиях произвести такой великолепный урожай в 30, 60 и 100 крат. И вот задачей учеников было не распространение собственных идей, но распространение Слова Божьего в этом мире. Это очень важно знать. Вы знаете, только от Слова Божия происходит духовное возрождение и спасение людей. Помните первое послание Петра 1, 23, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. И тот же апостол во второй главе, втором стихе говорит, как на врожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Братья и сестры, нет ничего дороже спасения души. И вот это самое дорогое, самое славное спасение души связано с воздействием Божественного Слова. Вот почему ученики должны были проповедовать Слово Божие. И очень важно, что именно Слово Божие, а не образ, играют решающую роль в духовной жизни человека. То есть не что-то видимое, но именно слышимое, Слово Божие. Вот послушайте, что сказано в Библии, в книге Второзакония, книга Второзакония 4, 12-19. И говорил Господь к вам из среды огня, глаз слов Его вы слышали, но образа не видели, а только голос. Вы видите, как подчеркивает Господь, вы ничего не видели. Не моя воля в том, чтобы вы видели образ Бога, но моя воля, чтобы вы слышали Его голос. И объявил Он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Господь в то время научать вас постановлениям, законам, чтобы вы исполняли их в той земле, в которой вы входите, чтобы владеть ею. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня. Дабы вы не развратились и не сделали себе из вояний изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину и женщину, изображений какого-либо скота, который на земле, изображений какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами и так далее. Послушайте, Бог настаивает на том, чтобы мы обращали внимание на Слово и не стремились к образу. Братья и сестры, Слово имеет отношение к нашему разуму и, конечно, к нашим чувствам, но прежде всего к разуму, потом к чувствам. А образ воздействует на что? В первую очередь на чувства. И Господь знал опасность воздействия образов на чувства. И Он говорит, если только вы попытаетесь Слово отодвинуть в сторону и на его место поставить некий образ, изображение, чтобы это как-то подогревало ваше чувство, тогда вы развратитесь. Братья и сестры, тот же самый принцип остается и сегодня. Есть христиане, которые, к великому сожалению, отвергают в полноте Слово Божие. Для них так важны чувства, определенные какие-то воздействия. Они гоняются за разными сенсациями. Ах, вот там, там вот какая-то картина заплакала, надо туда. А что говорит Писание? Слушай, Израиль. Слушай, Израиль. Мы должны сделать внимательным наше ухо, но не столько наш глаз. И Библия настаивает на том, что Божьи люди развивали в себе в первую очередь способность к слушанию. Итак, слушай глаза Господа твоего, исполняй заповеди его. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Послушайте меня, народ мой, племя мое, преклони ухо мое, ибо от меня произойдет закон, суд мой поставлю для всех народа. Братья и сестры, знамение нашего времени в том, что слышание и размышление заменяется видением. Это, собственно, век наш такой, теперь век телевидения, век глаза. И человек воспринимает легче визуальную информацию. Это отучило его от способности глубоко думать. Нужно скорее, скорее, чтобы все было запаковано в одну какую-то картинку. И человек устает, когда он приходит в церковь слушать Слово Божие. Потому что он привык к картинам. Они постоянно, каждые, знаете, 15 или 10 секунд, меняются и воздействуют на чувства человека. И те, кто занимается этим делом, они прекрасно знают, в какую зависимость от своих чувств может впасть человек. Сегодня наши современники часы проводят за телевизором. Когда-то наша нация была самой читающей нацией в мире. Теперь, наверное, самая смотрящая в мире нация. И вы знаете, что эти дельцы от этой киноиндустрии, они знают, что возбуждает человека более всего. Они это исследовали. Мы говорим, ну почему это вот столько насилия, столько аморальности показывают на экранах. А дельцы знают, что большей части населения это нравится, потому что это их щекочет нервы, возбуждает их чувства. И они чувствуют, что они как бы живые. Так что знамение нашего времени заключается в том, что, как говорил апостол Павел, в последние дни люди от истины отвратят слух. Не захотят это слушать, но обратятся к басням. И знамение нашего времени, что многие церкви, к сожалению, в мире поддались этому духу времени и оставили проповедь слова. И либо они отвели ей второстепенное место, либо заменили проповедь драмой, танцами, однокуплетными песнями. И какой стало без проповеди церкви? Послушайте свидетельство представителя Русской Православной Церкви в Европейском Парламенте епископа Илариона. Вот что он сказал. Это прозвучало на всю Европу. Либеральное, ослабленное христианство протестантских общин не может противостоять наступлению ислама. Только нерастрясенное традиционное христианство может ему противостоять, потому что готово защищать свою моральную позицию. И Христос призвал учеников проповедовать Слово Божие. И никогда этого не оставлять. Нет альтернативы Священному Писанию. Вот это первая тайна, которую мы должны знать. Альтернативы Слову Божьему нет. Вторая тайна. Несмотря на проповедь Слова Божия, в ближайшей исторической перспективе Царствие Божие не будет иметь огромного успеха в мире. Это не очень веселая тайна, я вам скажу. Но истина в том, что люди не примут в своем большинстве Слова Господнего. И причиной этому будет состояние их сердец. И вот Христос, обозревая всех слушателей, разделил их как бы на четыре категории. Вот это все множество людей, которые пожертвовало временем, работой, деньгами даже, и пришли слушать Христа. И вот Христос сказал, что их можно поделить на четыре категории. И три из них это люди, которые никогда не примут Царствие Божие. И всего лишь одна из них это те, кто Царствие Божие действительно приняли. Итак, первый тип людей это неверующие. Первый тип почвы неверующие сердца. Упавшие при пути это суть слушающие, которым потом приходит дьявол, уносит слово из сердца, чтобы они не уверовали и не спаслись. Конечно, здесь речь не идет об атеистах. Тогда в Израиле не было вот таких крутых атеистов, которых видел наш век. Правда, были саддукеи, которые не верили ни в воскресенье, ни в ангелы, ни в духа, но таких не было очень много. И они не пользовались популярностью. Простой народ был все-таки религиозный народ. И вообще я хочу сказать, что атеистом быть, ну быть честным, быть атеистом это дело невозможное. Если человек говорит, что он атеист, то как-то он должен объяснить, как вселенная возникла. Он должен объяснить, как жизнь на земле возникла. Он должен объяснить также, а откуда у людей этот моральный закон. Он должен объяснить, а что нам делать со священным писанием. И, наконец, что делать с Иисусом Христом. Куда он делся, если он жил. Что делать с христианской церквью, которая проповедует о том, что есть Бог. Ну и вы знаете, как старались атеисты сочинять очень много историй, которые объясняют развитие вселенной и жизни. Но это все похоже на сказки. Я еще мальчиком читал рукописную книжечку под названием «Пчелка». И вот там простой русский мужик, пчеловод Лукич, забивал профессора атеизма единственным вопросом. Кто научил пчелку строить соты? Этот профессор говорил, ну, как кто? Природа, вот она и научила. Лукич говорит, а что такое природа? Ну, природа это солнце, луна, звезды, трава и так далее. Он говорит, ну, товарищ профессор, объясните, как солнце или луна или трава могли научить пчелу строить соты. Но он тогда говорит, ну, это инстинкт у нее такой. Вот она в силу инстинкта, вот она это делает. Говорит, вот вы ходите в силу инстинкта. Вы же даже и не задумываетесь, как переступать. Ходите и все. Лукич говорит, ну да, пусть это будет так. Но меня-то научили ходить. А кто же пчелку научил ходить? Кто этот инстинкт вложил? И он забил этого профессора вот этим простым вопросом. Атеизм безумен, об этом говорит Священное Писание. Атеисты очень и очень несчастный народ. Но здесь не о них идет речь. Здесь речь идет о религиозных людях. И они пришли слушать Христа. Из-за любопытства. Помните, афиняне собирались каждый раз, чтобы слушать что-нибудь новое. Чтобы исполнить свой религиозный долг, люди приходят иногда слушать проповедь или какого-то проповедника. Или чтобы быть не хуже всех. Ну так принято в нашем обществе. И были времена в истории Европы, когда в воскресный день каждый житель шел слушать проповедь. Правда, во время проповеди многие отсыпались, но так принято. Поэтому они шли. И Христос сказал, что вот эти неверующие, то есть люди, которые не воспринимают Слово Божие, они похожи на истоптанную почву. Они оставили сердце свое без охраны. Всякому учению, всякому искушению, всякому греху. Как сказал один из мужей Божьих, веселье и дух времени оставили там, на этой почве, свои следы. Дорогие друзья, есть ли среди нас эти люди первой категории, которым никак не прививается Слово Божие? И несколько вопросов от таких тестов. Что вы чувствуете во время проповеди? Если вы ничего не чувствуете, вас ничего не касается. Скорее всего, ваше сердце вот как та дорога, которая не может ничего воспринимать. Вы ничего не понимаете, когда другие понимают. Спросите других людей, ты тоже ничего не понял в проповеди? Если вам скажут, что да нет, вот мне все было понятно. Стоит, наверное, задуматься, в каком состоянии ваше сердце. Вам нравится верить всему, что скажут звезды экрана. Вы принимаете без разбора все мирские увлечения. Вас не заботит о состоянии вашего сердца. Если на эти вопросы вы отвечаете да, то значит, к вам близок дьявол. Христос сказал, что он приходит к таким людям и запускает руку в их сердце. И извлекает слышанное Слово Божие так, чтобы они никогда не уверовали и никогда не спаслись. Дорогие друзья, если вы обнаружили в себе это состояние, тогда простите Бога, чтобы он изменил. Он сказал, я возьму сердце каменное и сделаю сердце плотяное. Второй вид почвы – это каменистая почва. И она символизирует собой поверхностных верующих, поверхностное сердце. Упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Это представители легкого христианства. Это представители такого христианства, которое приносило бы им удовольствие, ни в коем случае их бы не обличало, ни в коем случае не побуждало бы их изменять образ их жизни. Это христианство, в котором они роскошно отдыхают, они наслаждаются общением, они наслаждаются музыкой, они наслаждаются драмой, они наслаждаются всеми развлечениями. Все по-мирскому, но только там есть кое-какие вот элементы священного писания. Жизнь не преображена. И такие люди, они могут иметь некую обеспокоенность о вечной жизни. Как, например, тот молодой человек, помните, пришел ко Христу, падает на колени, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Услышал слово о вечной жизни. Оно, это слово его коснулось, и он захотел эту вечную жизнь иметь. Посмотрите, какой феноменальный рост веры у этого человека. И вот ему Господь сказал, «Хочешь быть совершенным? Раздай все, что у тебя есть нищим. Иначе говоря, откажись от себя, от своих привилегий, а он был начальником, и следуй за мной». Молодой человек опечалился. Он не захотел этим пожертвовать ради Иисуса Христа. И вот этот росток веры, он сразу раз и завял. Некоторые люди становятся христианами, потому что христианство разрешило некие психологические, моральные проблемы их существования. Однако, они не дошли до понимания своего крайне испорченного грехом сердца. Им нужна была помощь в каких-то конкретных проблемах. Ну, например, кто-то идет в церковь, чтобы бросить пить. Кто-то идет в церковь, чтобы муж не бросил как-то, может быть, это поможет. Кто-то идет в церковь от одиночества. Кто-то идет в церковь, ну, потому что ему нужно общение с порядочными людьми. Устал он в этом мире иметь дело с какими-то негодяями. Братья и сестры, одна есть правильная причина, почему здесь человек должен оказаться. Ему когда-то стало ясно, что он безнадежный, испорченный грешник, что его сердце был испорчен уже от юности. И он нуждается в Боге как спасители. Люди вот этого вида, поверхностные люди, имеют эту особенность, что их вера опирается на других. Они верят, пока другие верят. Они не укоренились в вечные истины. Они укоренились в дух времени. Эти люди имеют радость, как отметил Христос, но это радость без освящения. Это радость от того, что они вот что-то для себя интересное нашли. Даже Христа, но они ничего не переживают со своим Господом. Они радуются, пока вот здесь вот кто-то ликует, играет, радуется, поет. И вот под воздействием этого примера они могут возрадоваться. Но в личной жизни там пустота. И важно, что жертва Христа для таких людей не имеет решающего значения. Они просто не понимают. Они говорят, ну слава Богу, вот я от этого избавился, от того избавился. Но когда речь идет о том, чтобы отдать жизнь за Христа, вот здесь они пасуют, так Христос сказал. Эти люди верят ограниченное число месяцев и годов. Господь отметил, что когда всходит солнце, когда наступают какие-то жизненные проблемы, или, как он здесь сказал, искушения, они раз и отпадают. У них корня нет. Не укоренились они в Боге. Вы знаете, иногда такие вещи встречаешь в жизни, ну, о которых, думаю, что они из области какой-то вот злой фантастики. Мне рассказали про одну сестру, которая много лет молилась, чтобы муж ее, алкоголик, покаялся. Муж покаялся, и она с ним развелась. Это правда? Я приехал с одного города, и там тоже брат-престивитель рассказывает, вот говорит, что мне делать? Семья, трое детей, и жена подает на развод верующие. Причины. Он мало с детьми играет. Подумайте. Разве это не эта почва поверхностная? Верует временем. Но когда наступают искушения, когда муж начинает мало играть с детьми, когда вдруг он задерживается почему-то, когда еще какие-то знаки внимания не оказывает, раз и отпадают. Этими искушениями могут быть и гонения. Братья и сестры, вот люди этого сорта, они не принимают серьезно истинного самоотречения. Они не стремились усмирять и порабощать себя. На них не оказывают влияние предупрежающий текст написания. Они ропщут на Бога, попав в трудности. Потому что эти люди, даже став верующими, преследуют благо своего «я». Они стали христианами, чтобы им было хорошо. Они не стали христианами ради того, чтобы служить Господу Богу. Третий вид слушателей христовых – это тернистые почвы, это нечистое сердце. Упавшие в терни – это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Как сказал один богослов, в этих душах идет война посевов. С одной стороны, Слово Божие. И с другой стороны, что? Заботы, богатства, наслаждения житейские. Я хотел бы процитировать несколько слов одного поэта. Вот что он писал. «Душа грустит о небесах, она не здешних ни в жилища, жилица. Люблю, когда на деревах огонь зеленый шевелится». Какие строчки чудные. Написал Есенин. Видите, этот блестящий русский поэт заявлял, что его душа грустит о небесах, она не здешних ни в жилица. Почему же этот человек так плохо кончил? Что заглушило в нем это семя? Что заглушило в нем желание к небесному? Братья и сестры, известно, Христос перечислил богатства, заботы, наслаждения. Вот как раз все это и поработило великого русского поэта. Он любил очень хорошо отдохнуть. Он любил очень многих женщин. Он любил вино, он любил популярность, он любил все. Любил жизнь. И, наверное, последнее у стихотворения было стихотворение «Черный человек». Действительно, этот великий поэт не нашел Бога по той причине, что он оказался вот этой тернистой почвой, с нечистым сердцем, где было заглушено божественное слово. Дорогие друзья, давайте проверим вот наше состояние. Охраняем ли мы наше сердце от вот этих сорняков, от греховных наслаждений, от излишней озабоченности? Есть ли у нас время для Бога и для молитвы? Есть ли у нас время на то, чтобы серьезно развивать нашу христианскую жизнь? Есть ли у нас на время, чтобы идти в малые группы, общаться с верующими? Я боюсь, что у некоторых из наших слушателей сердце похоже вот на эту почву. Там есть что-то и святое, но и допускается нечто греховное, которое впоследствии заглушит все святое. И последний вид почвы – это добрая почва. Это возрожденное, это духовное сердце. Вы видите, какое печальное соотношение, да? Три к одному. Ужасное. Но вот все-таки будет добрая почва. Для учеников это было важно знать. Они не должны обольщаться тем, ах, много людей нас слушает. Как это хорошо! Господь сказал, тайна царствия заключается в том, что из тех, кто слушает Слово Божие, всего лишь четвертая часть это Божественное Слово примет. Поэтому не смотрите на внешнее проявление, как человек с радостью слушает Евангелие, как он участвует в каких-то религиозных церемониях и акциях. Смотрите вот на что. Смотрите на плоды. И вот добрая почва показывает эти плоды доброго сердца. Упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, значит, вот люди этой категории стремятся слышать Слово. Это их постоянное желание. Они не пропускают собрание. Они желают быть укорененными в Божественных истинных Писаниях. Второе. Они хранят Его в добром и чистом сердце и потому приносят плод в терпении. Братья и сестры, хранят Его в добром и чистом сердце. То есть они размышляют над этим Словом. Они переживают, чтобы вот это облагое чувство, которое создает в них молитва и священное Писание, не было чем-то заглушено. И они стремятся снова возобновить его в себе. Один известный служитель Божий, Джордж Мюллер, написал очень важные строчки. Он был содержателем приютов, проповедником Писания. И он сказал, для меня самое главное не проповедь и не служение детям-сиротам. Интересное заявление, да? А дальше? Но приведение моего сердца в порядок пред Господом. Вот это добрая почва, которая обеспокоена своим духовным состоянием, обеспокоена тем, горит ли огонь любви к Господу. Если только этот огонечек перестал гореть ярко, то тогда такой человек начинает просить Бога, Господь, что со мной случилось? Где я тебя огорчил? Удали все эти сорняки, которые могли возникнуть во мне. Этот человек думает, а может быть он действительно смотрел что-то не то, читал что-то не то. Может быть он кому-то не простил. Может быть он был не родив в своей молитве. И вот он начинает заниматься тем, чтобы вот эту Божью милость в себе возгревать. Они хранят его в добром и чистом сердце. То есть верующий человек, он стремится устраняться от греха. И не только, очень важное замечание у Христа, эти люди отличаются еще терпением. И приносят плод в терпении. Дорогие братья и сестры, нет быстро растворимой веры, есть быстро растворимый кофе, есть быстро растворимый чай, но нет быстро растворимого христианства. Необходимо огромное терпение для того, чтобы принести плод для Бога. Почему? Потому что мы каждый день должны сражаться с нашей ветхой природой, каждый день пропалывать наше сердце, чтобы там не было сорняков, которые могли бы повредить Слову Господнему. А это непростая работа. И тот, кто действительно предан Господу Иисусу Христу, тот ей этой работой и будет заниматься. Потому что для него это вопрос жизни и смерти. Он знает, что сорняки, если позволить им взять силу, они задушат все доброе, что дал ему Господь. А без этого жизнь не в моготу. Он не хочет терять присутствие Святого Духа в своем сердце. Он не хочет духовно оскудевать. Он не хочет плыть по течению. Он хочет служить для Бога так, как нужно. Вот это доброе сердце, таких немного. Дорогие братья и сестры, вот Господь открыл нам эту тайну, и давайте мы проверим себя. Какой категории верующих мы с вами относимся? Я вам скажу, что Господь ясно заявил, что люди первой категории, то есть вот каменистые почвы, они не приносят плода. Но то же самое и о людях второй категории, можно сказать. Там тоже плода-то нет. И о людях третьей категории тоже можно сказать. И там плода нет, потому что терния не позволила зерну принести плод. И плод появляется только в четвертой почве. Это значит, что истинное возрождение найдет себе место только в этих людях. Вы помните, апостол Павел сказал, что вы делали дела, которых ныне стыдитесь, а ныне плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Вот этот плод, плод святой жизни, плод принадлежности Господу, плод Святого Духа приносит только лишь люди, рожденные свыше. И для нас сегодня важно себя проверить, а возрожден ли я свыше? А действительно ли был момент в моей жизни, когда меня Господь коснулся? Проверим свои мотивы, почему мы, собственно, пришли в церковь. Искать ли лица Божие? Или искать общение друг с другом? Это очень важный вопрос. И Господь говорит, что этой тайной служители Божьи должны быть заняты, и все мы здесь находящиеся. Мы сегодня проверяем себя, и ответ мы дадим Господу. Может быть, кого-то сегодня Господь обличает и показывает, что еще нет доброй почвы в вашем сердце. То, если вы слышите этот Божий призыв, то вы можете сегодня помолиться вместе с нами. Вы можете сюда пройти вперед, чтобы мы с вами помолились, и церковью. Вы можете по окончании служения подойти к одному из проповедников и сказать, я понял, что я не очень достойный почвы пред Господом, хочу помолиться, хочу, чтобы Господь изменил меня вполне, чтобы там не было ни каменистости, ни сорняков, чтобы я полностью принадлежал Богу. Пожалуйста, сделайте это. Но не уйдите отсюда, не решив этого важного для вас вопроса. Аминь. Будем молиться. Господь, мы слышали Твое Слово, что можно без всякой пользы ходить в Дом Божий, можно без всякой пользы слушать Твое Слово, без всякой пользы участвовать в религиозных церемониях, без всякой пользы прожить земную жизнь и уйти в вечность, в вечную погибель. Господь, это страшные тайны Твоего Царствия открылось нам сегодня. Но не только она. Господь-то открыл, что можно быть и другим, можно быть доброй почвой. И, Господь, мы взываем к Тебе, пусть каждый из присутствующих будет именно таким человеком. Человеком, жизнь которого предана Тебе без остатка. Человеком, который любит Тебя. Человеком, который был бы готов ради Тебя претерпеть различные искушения, трудности. Человек, который не позволяет никаким обольщением, богатству или наслаждением заглушить в себе веяние Духа Господня. Мы искренне просим Тебя, Господь, пусть каждый из нас будет таким. Твори такое сердце в каждом из нас. Работай над нами, Господь. Помоги, чтобы каждое Твое дитя могло ощущать веяние Святого Духа, понимать Его свидетельство, что принадлежит Тебе. А тем, кто этого не имеет, Господь, помоги серьезно обеспокоиться и приложить все старания, чтобы им найти Тебя, чтобы им быть убежденными, что они являются этой доброй почвой, которая одна только может иметь благословение от Тебя. Услышь нас во имя Господа Иисуса Христа, Великий Небесный Отец. Аминь. Аминь.